Врачи Александра Мариинской больницы и Центра нейрохирургии имени Бурденко провели уникальную операцию. Накануне в ОМОКБ поступила 37-летняя пациентка с кровоизлиянием в головной мозг. Кроме того, у больной были подозрения на COVID-19. Ситуация усложнилась тем, что женщина беременна. А значит, некоторые виды обследования для нее просто опасны. На помощь астраханским хирургам пришли врачи из Центра нейрохирургии имени Бурденко. Доктора смогли с минимальными для здоровья пациентки рисками провести обследование и прооперировать. Мы располагаем уникальными кадрами операции. Ее снимали на экшн-камеру. Причиной кровоизлияния стала аневризма сосуда головного мозга. Хирургическое вмешательство прошло через бедренную артерию, минуя открытый этап. Трепанация не потребовалась. С помощью титановой спирали докторам удалось закупорить истонченную часть сосуда. Операция заняла 30-40 минут. Такой оперативности требовало особое состояние пациентки. 22-я неделя беременности. Исходные данные, что перед обследованием пациентки, то есть на фоне беременности, весь спектр применить диагностических мероприятий невозможно было. То есть КТ ангиографии сложно было сделать, потому что она беременна, и это повлияло бы на плод. Поэтому сложность заключалась в том, что нужно было провести быструю операцию с затратой наименьшего количества рентген-времени контрастного вещества. То есть сделать быстро, выключить аневризму и, как сказать, наименее инвазивно это сделать. Принято было решение эндоваскулярное это произвести. И, к счастью, это все удалось. За короткий промежуток времени, я имею в виду рентген-времени, с задействием наименьшего количества контрастного вещества, больную с оперировали, быстро пробудили от наркоза, чувствуют она себя удовлетворительно. В настоящее время пациентка находится в реанимации. Здоровью мамы и ребенка уже ничего не угрожает. Кстати, повторный тест на ковид у пациентки не подтвердился. Впрочем, врачи не беспокоились о том, что смогут заразиться инфекцией. Они в числе первых прошли вакцинацию и защищены от вируса. Для нас это не имело никакой роли, потому что мы в свое время вакцинировались. Приехали сужав вакцинированными с антителами, поэтому что и вам рекомендую.